Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение предмета «Вспомогательные исторические дисциплины». И сегодня мы начинаем новую тему «Нумизматика и фалеристика». На нее отводится два часа, соответственно, один час лекционный у нас уйдет на тему «Нумизматика» и один на «Фалеристику». План нашей сегодняшней лекции такой. Первый вопрос. «Нумизматика как вспомогательной исторической дисциплины, история возникновения денег и денежного обращения». Второй вопрос. «Нумизматическая терминология, классификация монет». И начнем с первого вопроса. Итак, что такое «Нумизматика»? «Нумизматика» — это наука о монетах. Это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения. В основе этого слова лежит греческое имя существительное «номос» – «закон», иными словами, законное платежное средство, и производное от него «номизма» – «номизма» – «монета». Понятие «номизматика» происходит от латинского слова «номизма» или греческого «номизма» – «монета». Соответственно, есть еще одно определение вспомогательной исторической дисциплины «номизматики» – это дисциплина, изучающая историю монетной чеканки, денежного обращения по монетам, денежным, слиткам и другим памятникам, например, монетным штемпелям, документам. В понятие «номизматики» традиционно включается и изучение бумажных денег – это банистика, медали, жетонов, плакеток – это медальярное искусство, орденов, значков, фалеристика. В настоящее время фалеристика выделена в отдельную вспомогательную историческую дисциплину. Изучение монеты как средство денежного обращения, государственного документа, произведения репсла искусства и эпиграфического источника ведется в тесной связи с исследованием других исторических источников, письменных и археологических. Итак, давайте поговорим о появлении монет. Это явление отнюдь не случайное, а вполне закономерное, обусловленное всем ходом исторического развития человечества. Деньги, денежная форма стоимости – есть конечный результат развития всех форм стоимости. Деньги возникают у кочевых народов. В результате первого крупного общественного разделения труда выделяются пастушеские племена, скотоводы, и скот делается главным предметом обмена. Срастание денежной формы стоимости с первобытной, скот, оставило глубокий след в первоначальных обозначениях денег как таковых и богатствах вообще. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить латинские и древнеузские названия денег. Латинское слово «пекуния» – «деньги» происходит от «пекус» – скот. В поэмах Гомера в качестве меры стоимости фигурирует бык. К примеру, золотые доспехи стоили 100 быков. Счет скота велся по головам. И латинское слово «капут» – «голова» – явилось основой современных слов «капитал» и «капитализм». Слово «скот» обозначало понятие денег, имущества, богатства. Аналогично обозначались они у англосаксовских «готовскец» в древненемецком языке «скот». На Руси скот – это не только домашние животные, но и имущество, богатство, деньги. Казнохранилище, к примеру, называлось «скотницей», а ее хранитель казначей назывался «скотник». Но надо сказать, что скот был не единственным видом денег, и наряду с ним первобытными деньгами служили самые разнообразные предметы. Меха, шкуры, ткани, различная утварь, раковины, бусы, украшения, соль, рыба, чай и многие другие предметы. Среди различных видов первобытных денег особой популярностью пользовались раковины мелкого моллюска, добывавшиеся в индийском и в западной части Тихого океана – каури. Они были и средством украшения, и средством обмена многих народов Европы, Азии, Африки, островов Тихого океана. Также очень широко в качестве всеобщего эквивалента использовались меха. Об этом использовании в Древней Руси связи с некоторым названием единственных единиц – куна. То есть мех куницы – это был основой такого обмена и обращения. А в Северной Америке меха служили деньгами еще вплоть до начала XVIII века. С расширением обмена для выполнения функций всеобщего эквивалента появился особый товар, по самой природе своей наиболее пригодный для этой цели – благородные металлы. Они очень быстро вытеснены из обращения различных видов неметаллических денег. Первоначально золото и серебро обменивали просто по весу в виде слитков. В чем заключались преимущества металлических денег перед любыми формами примитивных средств обмена? Наиболее существенное из них состояло в том, что металлические деньги практически не подвергались порче, их можно было хранить в качестве сокровища сколько угодно длительное время. Во-вторых, обладая большим весом в малом объеме, они значительно облегчали свою транспортировку. Наконец, они легко делились на части, превращаясь в деньги меньшей стоимости, что очень облегчало производство мелких торговых операций. Надо сказать, что появлению собственных монет предшествовали различные виды металлических денег, прежде всего слитков. В Греции до введения монеты обращались железные прутья, называющиеся оболами. А шесть прутьев составляли драхму, в переводе дословно пучок или горст. И, кстати, драхма именно впоследствии стала называться древнегреческая серебряная монета. В Древней Италии до появления монет деньгами служили медные слитки, наконечники стрел, например, в Северном Причерноморье. Надо сказать, что это фактически уже не были наконечники как таковые. Они отличались от боевых. У них не было втулки, лопасти были тупые, незаостренные. То есть их единственным назначением было обслуживание мелкой розничной проговли. При сохранении формы наконечника стрелы они, по сути своей, являлись уже скорее монетами. В настоящее время принято считать, что первые монеты появились в Китае в XII веке до н.э., а затем в начале VII века до н.э. в Малайзийском государстве Лидия, в правлении царя Гигиса. Эти лидийские монеты чеканились из электро, это естественного сплава золота и серебра. Форма их еще не круглая, а в виде бобовидной, в виде фасолинки. Несколько позднее появляются монеты на греческом острове Игина. В отличие от лидийских, лидийские монеты чеканились из серебра, а их форма уже ближе к шарообразной. На лицевой стороне этих редких лидийских монет, статеров, изображена черепаха. В Северном Пресерноморье первые монеты начали чеканить в Ольве в конце VI века до н.э. А вот первой монетой из золота стал чеканить знаменитый лидийский царь Крёс. В VI веке до н.э. Отсюда вот пословица «богат как крёс», да? А в древнем Китае древние монеты были отлиты из бронзы в форме маленьких мотык, лопат и также дисков. Возможно, что очень древними являются также первые монеты Индии и Ассирии. Очень скоро основными монетными металлами стали золото и серебро, а медь и бронзы обслуживали мелкие торговые операции на местных рынках. Ну и, конечно же, соотношение золота и серебра, как правило, очень долго и всегда менялось, да? Итак, как уже было сказано, в Китае монеты отливались из медиа. В дальнейшем принялись главный образом серебро, золото, медь, а также различные сплавы. Бронза, латунь. В новое время к ним присоединяются никель, алюминий и другие металлы. Реже применяются железо, свинец и прочие металлы. При использовании благородного металла к нему обычно добавляется для прочности некое количество меди. Эта примесь называется лигатурой, а процент благородного металла в монете – пробой. Кстати, мы сейчас обратимся к нумизматической терминологии. Итак, перед нами глоссарий по теме нумизматика. Итак, первый термин – гурт, так обозначают ребро монеты. Аверс – это лицевая сторона монеты, а реверс – оборотная сторона монеты. Легенда – это надписи на монете. Монетная регалия – право извлекать выгоду из чеканки монеты. Деньги, как таковые, – это квинтэссенция выражения товарного хозяйства, всеобщая форма товара. Монетное право – это право на чеканку монеты. Лигатура, как мы только что говорили, – это сплав, из которого состоит монета. Номинал – обозначение достоинства на монетах или бумажных денежных знаках. Девальвация – официальное уменьшение металлического содержания денежной единицы или понижение официального курса валюты данной стороны по отношению к золоту, серебру или к иностранной валюте. Проба – количество драгоценного металла, платины, золота и серебра в монете. Наконец, монета – разновидность денег, кусочек металла определенного веса, форма, размера и достоинства, служащие законным средством обращения. И вот, наконец, еще одно определение на физматике – историческая дисциплина, изучающая историю происхождения и развития денег и техники их производства. Мы возвращаемся к силлабусу. Характер монет, надписи на них позволяет суть о форме правления, о смери соствами. То есть, монеты очень полезны в плане изучения истории, хронологии, смены династии, правителей и так далее. Дело в том, что в изображениях и надписях часто отражены события политической и общественной жизни – войны, завоевания, государственные и религиозные реформы и так далее. Иногда какому-либо событию посвящается специальный выпуск монет. Такие монеты называются коммеморативные. Все это делает монета ценным источником при изучении истории. Надо сказать, что нумизматика исследует монеты во всех аспектах. Она имела дело не только с отдельными монетами, но и с монетными комплексами, прежде всего с кладами. Надо сказать, что этот термин существует, отдельный термин, который называется монетный клад. Им называется любой комплект монет от нескольких миллиардов до десятков тысяч, зарытый в землю умышленно с целью сохранения или случайно попавший в нее. Интересно, что на монетах часто изображаются мифологические сюжеты, памятники, архитектуры, реальные животные, звери, птицы, рыбы, растения. Только благодаря монетам может стоять определенное представление о погибших скульптурах гениального Фидия, Афины, украшавшие Афинскую Акрополь и Зевса в храме Олимпии. Ну и, безусловно, стоит обратить внимание на классификацию монет. Существующая схема классификации ориентирована либо на время и место распространения монет, либо на технику изготовления и внешний вид. Обычно смотрят на номинал монеты, технический тип, тип изображения, вариант изображения или штемпеля. И есть целый набор, связанный с описанием монеты. Такой научный паспорт составляется, содержащий полную информацию о той или иной монете. В описание монеты входят следующие элементы. Сторона чеканки, обладатель монетной регалии, номинал, тип и год чеканки, вес, размер монетная стопа, ареал обращения, состав лигатуры, легенда, иконография монет, изображение на аверсе и реверсе, характер гурта, эмиссионный знак, техника изготовления и указание источника, откуда поступила монета в хранилище. Ну и от нумизматики, как науки, следует отличать нумизматическое собирательство или коллекционирование монет. Коллекционерам интересует, как правило, не научная значимость монета, а ее редкость и художественные достоинства. Коллекционирование монет, начавшейся в Италии с 14-15 веков, быстро распространилось по другим странам Европы. Тогда же стали появляться первые труды, объясняющие изображение и надписи на монетах. В 15-17 веках возникли сотни частных коллекций, преимущественно античных монет. В конце 18 века оформили собрание, Минскабинет в Вене, Кабинет медалей в Париже, коллекция Британского музея в Лондоне и Эрмитаже в Петербурге. Научная нумизматика возникла во второй половине 18 века. Основоположником систематического научного исследования в области нумизматики считается австрийский ученый Эккель, автор восьмидонного труда «Наука о древних монетах», изданного в Вене в протяжении 19-18 века. И мы переходим к списку литературы рекомендуемой. Есть основные источники, это учебники по вспомогательным историческим дисциплинам, включающие в себя раздел «Нумизматика». И есть литература специально именно о нумизматике. Книга Рекцевича, о чем рассказывают монеты. Федоров Давыдов, монеты исследователей прошлого. Шорин, монеты СССР. Аспасский, это иностранный русский орден, это скорее уже относится к фалеристике. И вот интересная статья «История Тиньге». Она вышла у нас в Октябрьском вестнике, номер 132, от 12 ноября 2018 года. Это все о литературе. Мы возвращаемся к нашему силабусу. И подходим к вопросам для закрепления. Итак, вот перед нами вопросы для закрепления. Первый. Что означают греческие слова «номос» и «номизма»? Второй вопрос. Из какого металла чеканились первые монеты? Третий вопрос. Когда возникла научная нумизматика? Четвертый вопрос. Почему деньги в Древней Руси назывались куны? И пятый вопрос. Как называется лицевая сторона монеты? Естественно, вам нужно изучить весь глоссарий и запомнить все определения, связанные с нумизматикой. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...